Всем привет и добро пожаловать на первый выпуск нового сезона подкаста «То самое кино», который мы посвятили легендарной инди-студии А24. На протяжении серии выпусков мы будем анализировать ее влияние на кинематограф и постараемся ответить на вопрос «А24 спасатели артхауса или просто гении маркетинга?» и открывает наш сезон одна из главных картин прошлого года фильм «Селинсон. Прошлые жизни». Всего за несколько лет А24 прошла путь от дистрибуции малоизвестных картин до продюсирования собственных фильмов, без которых не обходится ни один наградный сезон. Выпуская одну оскароносную картину за другой, студия стала любимцем в Голливуде и среди зрителей. Кто-то критикует качество ее работ и старается расшатать миф о ее контркультурности, а кто-то не представляет современный кинематограф без нее. Однако с уверенностью можно сказать, что компания предоставляет талантливым авторам независимого кино площадку для их проектов. А24 отбрасывает присущие крупным студиям предрассудки по поводу популярности пола и национальности творцов. И доказательством этому является фильм «Селинсон. Прошлые жизни», раскрывающий тему восточной философии. Хоть и без эпатажного повествования, как это было с прошлогодним лауреатом Оскара, все везде и сразу. 35-летняя кореянка Селинсон сняла незамысловатый и очень искренний фильм, на удивление виртуозно переложив на экран историю из своей жизни. Как и главная героиня, Селин в 12 лет переезжает из Кореи в Канаду. Ее папа – режиссер, мама – художник, она – драматург, а ее супруг Джастин Курицкис – американский писатель с еврейскими корнями. Для Гретты Ли «Прошлые жизни» стали первой картиной, в которой актрисе удалось исполнить главную роль. Она уже была известна благодаря небольшим ролям в «Новенькое» и сериале «Утреннее шоу», однако чувствовала себя подавлено из-за того, что не могла получить роли покрупнее, из-за отсутствия достойного материала для азиатских женщин. «Прошлые жизни» стали прекрасным дебютом, которые принесли ей «Любовь массового зрителя» и первую номинацию на «Золотой глобус». О чем фильм? Главные герои картины Янна и Хэсон были лучшими друзьями, когда учились в школе в Сеуле. Они сидели за одной партой, соревновались за оценки, гуляли после школы. Но когда Янна было 12, ее родители переехали в Канаду, а он остался в Корее. Через 12 лет она, уже начинающая писательница из Нью-Йорка, которая взяла себе европейское имя Нора, и Хэсон, который только отслужил в армии, находят друг друга в интернете и снова начинают общаться. Молодые люди вспоминают прошлое, подстраивают свое время для разговора по видеосвязи, привязываются друг к другу и строят планы, которым не суждено было случиться. Спустя еще 12 лет они наконец встречаются. Чтобы правдоподобно передать чувства героев от первой встречи спустя долгое время, режиссер Селин Сон не разрешала актерам прикасаться друг к другу вплоть до съемок этой сцены. Когда Нора и Тео впервые обнимаются во взрослом возрасте, Грета и Хэ тоже впервые прикасаются друг к другу. Оттого чувство нахлынувшего облегчения и вместе с тем тревоги и страха ощущается так остро. Селин поднимает проблему миграции, сложность адаптации и культурных барьеров. С возрастом Нора очерствеет и закроется, ведь в другой стране она всегда останется чужой, так и не реализовав свою детскую мечту стать лауреатом Нобелевской премии. Несмотря на искренние чувства к мужу, между героями остается невидимая пропасть. Мужчина не знает, любит ли его Нора и не способен расшифровать ее сны, потому что по ночам она говорит по-корейски. Именно в них девушка не прячет то, что таит глубоко внутри. Когда друг детства наконец приезжает в Нью-Йорк, после последней встречи героев прошло уже 24 года. Они изменились, у Тео появились морщины, а у Норы обручальное кольцо на руке, скованность в теле и холод в глазах. И если при первой встрече он нервничает, отводит глаза и не знает, что сказать, то она кидается ему на шею и крепко обнимает. Впервые за долгое время на лице героини искренняя улыбка. Они видят перед собой не взрослых людей, а детей, которыми были и которыми уже никогда не станут. Нора и Хэсон чувствуют определенную связь, которая проходит с самого детства и находятся как бы в двух реальностях сразу, на пересечении реального и воображаемого. Они рассуждают о предопределении, о прошлых жизнях, в которых могли быть знакомы, и о будущих, в которых еще могут встретиться. Фильм напоминает ностальгическое воспоминание, наполненное светлой грустью. Прошлые жизни имеют кольцевую композицию, и экспозиция, и кульминация происходят в баре, где Нора, Артур и Хэсон проводят последний вечер перед отъездом героя. Вначале мы можем только догадываться о взаимоотношении героев. С первого кадра мы смотрим на трех людей, сидящих в баре, и вместе с закадровыми голосами пытаемся понять, кто перед нами, что они друг для друга представляют, кем приходится. Семейная пара и их американский гид? Брат и сестра с ее мужем? В каком-то смысле сценаристка с самого начала дает зрителю подсказку, раскрывающую главный смысл картины. Считается, что с рождения люди связаны одной нитью, и проходя по своему жизненному пути, взаимодействуя с разными личностями, получают необходимый опыт. Корейцы определяют такие случаи понятием имьон, которое переводится как судьба, а в пояснении героини романтической драмы прошлой жизни обретает многоуровневый смысл. Если вы случайно соприкоснулись рукавами с незнакомцем, вас разделяет 8 тысяч слоев имьон, но ваш секундный контакт означает, что у вас есть шанс быть вместе через 8 тысяч жизней. При этом вы не обязательно будете парой, а может быть птицей и ее любимой веткой дерева, или чем-то еще необычным, но не менее неразлучным. Связь между родственными душами никогда не рвется. Она проходит сквозь время и другие жизни, не истончается после смерти и не исчезает в другом воплощении. Хотя друзья детства буквально отворачиваются от Артура, чтобы обсудить чувства друг к другу на корейском, становится ясно, что их любовь никогда не воплотится в этой жизни. Тео размышляет о ветвении времени и судьбы. Были бы они вместе, если бы Нора осталась Йен, если бы не переехала 12 лет назад, любил бы он ее так же сильно. Но размышлять бессмысленно, они оказались там, где им суждено было оказаться. Но в следующих жизнях они обязательно будут вместе. Интересно, что Хэсон и Нора встречаются и расстаются каждые 12 лет. 12-летний цикл в жизни человека является важной вехой перехода из одного этапа в другой. Герои обязательно встретятся и не раз, но через сколько это произойдет и какими они будут, никто сказать не может. Как объясняет Селин Сом, прошлые жизни повествуют не о счастливой или несчастной любви, а о той, которая не случилась. Сегодня мы поговорили о невероятно трогательной картине, дебютной работе с Элин Сом, которая стала очередным успехом для студии и отличным стартом в карьере режиссера и главной актрисы. С вами был подкаст «То самое кино». Оставайтесь с нами, смотрите наш подкаст и узнавайте интересные факты о кино. Так хорошо шли. Фильм на уделение. Для Греты Ли пи… 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 Фыр-фыр-фыр-фыр. Чтобы правдоподобно передать чувство… Да что сложного-то, а? Да я не умею разговаривать! А? До свидания! Продолжение следует...